Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены из вне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 п.м. Будь в центре событий. Итак, еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий, Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона в студии, 847-400-5200. Будем общаться с удовольствием, причем. Ну, а вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке Facebook Radio NVC, на нашей страничке в интернете RadioNVC.com и на нашем YouTube-канале Radio NVC. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. И сегодня я бы хотел с вами обсудить одну, мне кажется, интересную тему. Честно, меня на эту тему как-то натолкнул один из наших, я так понимаю, новых радиослушателей, который позвонил вчера, зовут его Александр, к сожалению, не услышал, откуда, из какого штата он звонил. Ну, вот Александр, его почему-то очень обидел тот факт, что я не очень доверяю тем врачам, которые занимаются анализом моделирования этого нашего коронавируса и так далее. То есть, его это очень обидело. Он, правда, не зная меня, решил, что эти врачи на пять голов выше меня, поэтому кто я такой, чтобы вообще о них говорить. Ну, это так, прелюдия для того, чтобы вы поняли, почему я хотел бы сегодня обсудить именно эту тему. То есть, обсуждать коронавирус, вы сами понимаете, в принципе, говорить ни о чем. Ну, политика. Ну, в политике мы знаем, что Брони Сэндерс сошел с дистанции, хотя интересно сошел. Он как бы и ушел, но как бы и остался. Почему? Потому что он сказал, что он будет прикладывать максимум усилий для того, чтобы подвинуть Байдена еще дальше влево. Честно, я не представляю до какой степени, потому что Байден и так находится настолько слева, что еще чуть-чуть и он просто упадет, в смысле, упадет с поверхности политической арены или с поверхности земли, в зависимости, кто как меряет. Так вот, Берни Сэндерс решил, что Байден недостаточно левый, и ему нужно для того, чтобы победить Трампа, Байдену нужно как можно дальше еще сдвинуться влево, для того, чтобы захватить всех, типа Акасия Кортес, ее оголтелых людей, которые ее поддерживают, то есть это, кто у нас поддерживает Берни Сэндерс? Его поддерживают в основном студенты, безработные и, короче, весь мир голодных и рабов. В принципе, поддерживает Берни Сэндерс. Именно потому, что он обещает, больше всех он обещает бесплатные всякие там прибамбасы, бесплатную медицину, бесплатное обучение, в общем, все бесплатно, откуда взять деньги, непонятно, но, в общем, главное пообещать. Так вот, это его идея Берни Сэндерса, для того, чтобы Байдену победить, он должен сдвинуться еще влево, и вот Сэндерс пообещал, поклялся и торжественно поклялся коммунистической партии Соединенных Штатов в том, что он будет прилагать максимум усилий для того, чтобы сдвинуть Байдена еще влево. Ну, дай Бог ему здоровья, флаг ему в руки и удачи ему. Почему? Потому что каждая такая попытка, это просто облегчает Трампу его путь к победе. Это вот то, что происходит примерно в политике. Дальше, еще одна интересная вещь в политике, это то, что сегодня, по идее, должно пройти голосование в Сенате по поводу того, чтобы выделить еще 250 миллиардов долларов на нужды малого бизнеса. То есть, как мы знаем, 350 миллиардов уже вроде было, ну, вы не поймите мне неправильно, они были как бы утверждены, у них только проблема с выдачей. Так вот, еще не раздали 350 миллиардов, уже сегодня хотят добавить 250. У меня будет для вас небольшое домашнее задание ко второму части нашей программы. Задание такое, мне интересно, существует ли в общине, ну, хотя бы русскоговорящей, владельцы малых бизнесов, которые уже все-таки получили вот эту помощь в виде либо, скажем так, SBA loan, то есть это loan, который учрежден в Small Business Administration в виде 10 тысяч, либо так называемый PPP, то есть это Paycheck Protection Program. Вот интересно, есть ли из вас в нашей общине хоть один человек, который это получил? Почему я спрашиваю? Потому что я в какой-то мере тоже владелец малого бизнеса, и пока что я слышу одни разговоры, обещания, и уже мы вот уже все, уже прямо помогли всем малым бизнесам, теперь нам нужно дать им еще немножко больше денег. Ну, я не знаю, я эти деньги не получал, хотя заполнил и на один, и на второй loan. Просто ради интереса посмотреть, как это работает. Пока что могу вам сказать, в моем случае это не работает. Ну, а дальше вот мне будет интересно, кто-нибудь из вас, пожалуйста, позвоните, дайте мне знать, именно те, которым удалось получить loan. Тем, которым не удалось, я понимаю. А вот именно тем, которым удалось получить один из этих loan. Или оба, может быть, сразу. Так вот, сегодня будет голосование в Сенате по поводу того, чтобы дать еще 250 миллиардов. Куда эти деньги идут, непонятно. Где они осядут, тоже непонятно. Кто будет следить за тем, как расходуются эти деньги, тоже непонятно. Но, по крайней мере, самое главное, это, я так понимаю, в политике, это пообещать и потом доложить о проделанной работе. О результатах никто не говорит, говорят только о проделанной работе. Ну, в общем, вот эти вот такие вещи, которые сегодня, на сегодняшний день, будут просто интересны тем, которые следят за политикой. Ну, а теперь я хотел бы вернуться все-таки к той теме, с которой я начал. Это тема такая, мы на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом, мы слышим четырех человек, которые выступают вместе с Трампом и Майком Пенцем. То есть, каждый день по два раза идут какие-то брифинги, идут какие-то пресс-конференции, идет доклад, опять же, о том, на какой стадии находится борьба с коронавирусом. И два самых, наверное, популярных человека с точки зрения медицины, это доктор Фаучи и доктор Беркс. Так вот, мы все время слышим одно и то же о том, что, ну, вот мы вчера говорили немножко, затронули эту тему, что изначально те, которые моделировали ситуацию и положение с коронавирусом, сказали, что если мы ничего не будем делать, вот палец о палец не ударим, будем продолжать жить так, как мы жили вот последних там два-три-четыре года, то будет 2,2 миллиона умерших от коронавируса. Конечно, ужасная, страшная цифра, 2,2 миллиона, причем это шел разговор о погибших или умерших именно в Соединенных Штатах. Это огромная цифра, и тут же все быстренько перепугались, одели, раскупили все маски, раскупили перчатки резиновые, раскупили вот эти, как это сказать по-русски, hands sanitizers, то есть вот эти сан, очистители санитарные. В общем, короче говоря, мы быстренько прыгнули вот в эту тележку по поводу спасения утопающих, делорук самих утопающих. Ну и буквально через неделю после того, как нам объявили, что 2,2 миллиона умрут, если ничего не будет сделано, нам тут же объявили о том, что, ну, ребята, мы не будем ждать смерти этих 2,2 миллионов, мы закроем все бары, рестораны, места общественного, как говорится, скопления, закроем некоторые компании, которые находятся в больших зданиях. В общем, короче говоря, закроем половину, если не больше, Америки, и тем самым поставим экономику просто на колени. Ну, вы же знаете, у нас в Америке это делается как? Сказано, сделано, все, все закрыли, всех посадили. Хотя интересная вещь, что когда все-таки выходишь на улицу, ты понимаешь, что, слушай, машины ездят, ну да, не так много, согласен, но машины ездят, люди куда-то едут. Приезжаешь на любой супермаркет, паркинг, забить до отказа, запарковаться негде. Заходишь в супермаркет, народ гуляет, как я прочитал на страничке одного из моих близких товарищей, Олежки Патлаха, там было написано так, на сегодняшний день поход в Касково приравнивается к походу в театр или на концерт. Что само по себе правда, потому что идешь в Касково, там народ просто гуляет. Вот, то есть засели мы все по домам, родственников видим только по скайпу или по фейстайм, внуков, детей видим опять же по фейстайм и скайпу, ну в общем, короче говоря, полнейшая, как это сказать, изоляция, вот, полнейшая изоляция. Опять же, на одной из страничек я увидел интересную такую шутку. Самоизоляция проходит успешно, теперь ждем приказ к самоуничтожению. Вот, и так, вот все люди себя повели очень красиво, ну скажем так, большинство людей себя повели красиво, как-то пытаются придерживаться все-таки изоляции. И вдруг через три недели, то есть мы знаем, да, все, что произошло, то есть мы должны были открыться 7 апреля, я имею в виду, страна должна была вернуться в более-менее нормальное состояние, но где-то числа 4 апреля нам ввели не, или 3, нам ввели не, ребят, раньше 30 апреля жизнь как-то не стабилизируется, поэтому готовьтесь, запасайтесь и будем продолжать изолироваться дальше. И вот вследствие вот такой повальной изоляции вдруг мы слышим от наших известных врачей Фаучи и Брэкс о том, что, вы знаете, ребята, ну то, что было, это были только цветочки, а вот то, что будет, нас ожидают ужасные следующие две недели, ужасные. И это было сказано недалее, как на прошлой неделе. Давайте прием звонок и потом вернемся. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера мы провели зум, первый сейдер со всей нашей семьей. Я спросила у доктора, который работает в РАЖ-госпитале, это муж моей внучки, как у них обстоят дела. Он сказал, что занято приблизительно половина мест. Да. И небольшой. Это раз в госпитале очень популярный. Вот так. Да, спасибо большое. Да, вот так, где-то вот таким макаром. Так вот, значит, опять же, то, что мы видели пока, это только цветочки, а вот самое страшное будет впереди, самое страшное, самое болезненное, самое смертоносное будет следующие две недели. И мы ожидаем смертей на число от 100 тысяч до 240 тысяч. И это нам говорила врачебная, как говорится, элита, которые, по идее, ну, вы уже знаете, наука это очень точная, я имею в виду медицина, это очень точная наука. И вообще наука это такая серьезная вещь, где, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть перед тем, как давать какие-то показания, нужно сначала все эти показания проверить, промерить и так далее. Ну, и вот нам говорят, ребята, нас ждет что-то страшное от 100 до 240 тысяч смертей. Правильно. Даже одна смерть – это ужасная вещь. Ужасная. Но давайте мы сравним. Все-таки нас пугали изначально 2,2 миллиона. Теперь нас пугают от 100 до 240 тысяч. Боже мой, что же произошло? А, оказывается, произошло то, что благодаря врачам, благодаря вот этим моделям, именно потому что нас засадили по домам и не дают нам общаться, мы на 10% уменьшим смертность. Окей, хорошо. 10% – это тоже немало. Хотя не такое уже это огромное число, когда разговор идет о смерти людей. Давайте еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу как раз продолжить. Димаш, хочу вам говорить о том, что сейчас очень много говорится, о том, что большое количество африкамериканцев, то, что они тоже заболевают, больше, чем белые. Но я вот, мне приходится ездить, и я вижу, как ведут себя африкамериканцы, как другие нации. Они ходят крупами, все без масок. Они такое чувство, как будто ничего не произошло. Да. Понимаете? Абсолютные люди такое, об этом почти ничего не говорится, что они ведут себя абсолютно не дискватно. плюс, если сети, ну вот, вся баба там выделила бы баски, чтобы всем бесплатно. Ведь у нас есть мэр, которые постоянно демократичны. Почему им не помочь? Как бы не провести работу? Но получается, об этом говорится, но на их поведении особо не отражается, и потом только разыгрывается африкамериканцев, как это, ну, карта и все. Да, да. Так оно и есть. Вы абсолютно правы. Спасибо большое. Это действительно огромный вопрос. Мы, опять же, вчера об этом немножко поговорили. Если черных, это касается больше всего, и больше всего они, как говорится, находятся под угрозой, то у меня такой вопрос. Буквально недавно, за прошлые выходные, в городе Чикаго были застрелены 20 человек. Откуда они взялись? То есть, их как, зашли домой и застрелили, пока они сидели в изоляции? Я думаю, что нет. Их застрелили всех на улицах, на углах каких-то пересечений и так далее. Опять же, борьба за место под солнцем для продажи наркотиков, проституции и так далее продолжается. Никто никуда не уходит. А вот эти 20 человек, которых застрелили, ведь это те люди, которые были на улице, это люди, которые точно так же свою братью заражают. И об этом никто не думает, кроме нашей сердобольного мэра города Чикаго, которая кричит, что это невозможно, это возмутимо. Почему страдают самым большим образом чернокожие населения нашего города? Ну, я вам скажу, почему. Если бы ты как-то могла их загнать по домам, и если бы ты действительно устроила у себя на южной стороне города комендантский час, где люди бы были вынуждены сидеть по своим квартирам, может быть, во-первых, не было бы столько убийств, во-вторых, может быть, не было бы столько заражений. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу сказать, что от 2 миллионов 200 тысяч это 10 процентов, так что мы перешли от 2 миллионов на 10 процентов от 2 миллионов. Да? Это первое. Может, мы еще перейдем за 10 лет или за 20 лет? А вот вы послушайте дальше, вы просто, ну, скажем так, вы пока присядьте, потому что цифры, которые я вам выдам, вы сейчас просто удивитесь наибольшим образом. Спасибо. Так, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Это Наум из Сан-Диего. Да, Наум. Привет. У меня к вам проза. Мы хотим поддержать наше любимое радио еще раз, но там не работает тоннель. Я пытаюсь кликнуть, ничего не срабатывает. Вы не подскажете, как это сделать. Наум, я вас очень попрошу позвонить именно в редакцию. Почему? Потому что, честно, я не знаю, а вот редакция вам точно подскажет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Наум. До свидания. Так вот, мы плавно перешли от 2,2 миллиона к 100 до 240 тысяч. Ну, ладно. Тоже цифра немаленькая. Нас пугают. Мы еще глубже засели по углам своих квартир, домов и подвалов. Нацепили не только маски, но и алюминиевые трусы, так, чтобы, не дай бог, радиация нас не поразила. В общем, короче говоря, засели по домам. И тут мы узнаем. Буквально на прошлой неделе, в конце недели, вот где-то в прошлый четверг, мы узнаем интересную вещь. А, ребята, вы знаете, вот те модели, по которым мы сначала подсчитали 2,2 миллиона, а потом 240 тысяч, оказывается, это модели, которые были созданы для таких стран, как Италия, такие страны, как Южная Корея, Китай и так далее. То есть, это страны, которые не имеют такого уровня медицины, как у нас в Америке. А вот у нас в Америке мы сейчас изобрели новую модель, и эта модель нам четко показывает, что, оказывается, 81 тысяча это, ну, скажем так, самое ужасное положение, мы потеряем по всей стране 81 тысяча. Как вам такая цифра? 2,2 миллиона до 240 тысяч до 81 тысячи. Но и это еще не все. Оказывается, в начале этой недели была изобретена новая модель, которая уже сказала, что, ну, вы знаете, ребята, вы так хорошо себя ведете, что если мы будем так продолжать, то умрут всего-навсего. Прошу, пусть меня Бог простит за это слово, но, тем не менее, умрут 60 тысяч человек. И теперь, получается, ну, возникает вопрос. Ребята, подождите секундочку. 60 тысяч человек в стране, в которой проживают, 354 миллиона человек, 60 тысяч. И из-за этого, опять же, пусть меня, люди, вы поймите меня правильно, я не умоляю цены ни одной жизни. Мы сейчас говорим о цифрах, мы не говорим о жизнях, мы говорим о цифрах. То есть, из-за 60 тысяч человек из 355 миллионов, мы фактически поставили эту страну на колени, мы разрушили практически нашу экономику, мы пустили по миру владельцев малого и среднего бизнеса, рестораны, бары, парикмахерские, химчистки. Мы из-за вот этого процента, мы поставили страну на колени, и сейчас вы говорите, что ваша модель 2,2 миллиона, вы ее неправильно смоделировали? А сколько у вас ушло денег на разработку вот этих моделей, которые каждую неделю нам говорили одно и то же? Сначала мы убираем пачками, а потом оказывается не так все плохо. А вот теперь возникает самый главный вопрос. Самый главный вопрос это, ребята, 60 тысяч человек. У нас в стране каждый год умирает 30 тысяч человек в ДТП, в автодорожных происшествиях, 30 тысяч человек. У нас каждый год от гриппа умирает в зависимости от серьезности эпидемии, умирает от 30 до 60 тысяч человек каждый год. А вы нам теперь говорите о том, что мы фактически разрушили эту страну и за 60 тысяч человек? Мы о чем вообще говорим? Александр, дорогой мой, уважаемый, вы о чем говорите? 60 тысяч человек от 2,2 миллионов. Это не мои слова. Я вам привожу четкие примеры того, о чем идет разговор сегодня в кругах не только политических, но и медицинских. А теперь скажите мне, пожалуйста, а сколько, какое количество человек в стране, которые потеряли работу? Кто-то из вас знает? Я вам приведу примерную цифру. Это цифра, которая собой указывает только на данные, полученные на прошлой неделе. Это еще эта неделя не включена. 6,6 миллиона человек, которые потеряли работы. Это 6,6 миллиона человек, которые сегодня, вместо того, чтобы зарабатывать деньги и платить налоги, пополняя нашу казну, сегодня эти деньги вынимают из нашей казны. Я уже не говорю о тех деньгах, которые, по идее, были выделены на откуп разных индустрий, типа, ну, вот, авиалинии, круизные линии, там, еще какие-то крупные индустрии, 6,6 миллиона человек потеряли уже работу. Это на прошлой неделе. Я думаю, что сегодня это уже где-то в районе 7,2 миллиона человек, которые потеряли работу, которые потеряли способность вести тот жизненный устой, к которому они уже привыкли, как минимум на протяжении последних четырех лет. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, стоила ли вот эта овчинка, вот той выделки, в которую нас поставили вот эти знаменитые врачи, эти знаменитые модельеры, непонятно, как они строили эти модели, на чем они основывали свои модели, какие данные вводились в эти модели. Мы о чем? Оказывается, слава богу, да простят меня жители штата Нью-Йорк, да слава богу, но оказывается не настолько уж плохая ситуация в штате Нью-Йорк. Оказывается, не настолько плохая ситуация в штате Вашингтон, я имею в виду там, где город Сиэтл. Понимаете? Вот о чем идет разговор. Страну поставили на колени. И я думаю, что даже сегодня вот эта модель, которая нам сказала, говорит о 60 тысячах, это еще не окончательная модель, на которую мы будем опираться. Дорогие друзья, давайте мы должны прерваться на рекламную паузу, потом вернется и обязательно продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу. 847-400-5200, номер телефона в студии. Есть информация, пожалуйста, звоните, давайте делиться информацией. Вопрос напоминаю тем владельцам малого или среднего бизнеса, которым уже удалось получить деньги, либо от СБА, Small Business Administration, либо из ваших банков по программе PPP, то есть Payroll Protection Program. Вот было бы просто интересно. Ой, две линии загорелись. Неужели народ получает деньги? Добрый день, вы в эфире. Нет, папонька, не звонила. Не звонила. Hello? Ой. Извините. Пожалуйста, говорите, пожалуйста. Значит, что я хочу сказать? Здравствуйте, Анатолий Анатолий Анатолий. Здравствуйте, здравствуйте. Это модель не того, что можно... Как можно... Третья модель, как можно разрушить Америку. Да. Это модель составлена на основе этих сказок одурачивания населения, доверчивого населения. Абсолютно. Мы как идиоты. Я приехала к магазину. У меня вообще на машине знак инвалида. Я иду в очередь, встаю, чтобы войти в магазин. Там чуть ли меня не моют. Моют коляшку. Да, да, да. Потом на выходе на меня брызгают. Это в Волмарте, да, идет разговор? Это же ужас. На кого мы стали похожи? Да. Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, вы правы. Я думаю, что... Я так подозреваю, что это было в магазине Волмар, потому что сам через это прошел и немножко даже удивился. Ну, ладно. Теперь. О чем мы еще... Хотя я бы хотел сказать. Так, у нас есть еще один звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий Зеленович. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте. Хотела у вас спросить. А вам не кажется, что вот это вот из-за того, что нас напугали эти первые модели двух с лишним миллионов? И мы все так вот честно просидели уже, ну, сидим четвертую неделю по домам. Вот эта вот модель, она как-то изменилась, и теперь только 60 тысяч. Нет, Ирочка, я вам объясню, почему. Вот почему я начал сегодняшнюю тему, это именно потому, что появилась информация от ученого, которого зовут Дэвид Хэнсон, который проанализировал ситуацию, почему в некоторых местах такая огромная проблема с этим вирусом, а в некоторых местах она не настолько плоха. Так вот, информация говорит о том, что почему в Калифорнии, допустим, там, где, ну, вот, вирус начался, если мы помним, он начался из штата Вашингтон, город Сиэтл, там, где в Нерсингхом умерли изначально 8 человек, а потом 21 и так далее. И потом это все дело перешло в Калифорнию. Так вот вопрос, почему, когда это дело перешло в Калифорнию, почему там такое низкое количество смертей и такое низкое количество зараженных людей? Откуда? И вот этот человек, он взял и действительно проанализировал ситуацию. И в отличие от всех тех гореученых, которые просто пиарятся на Фейсбуке, он предоставил четкие показания. Значит, почему в Калифорнии настолько меньше количества и настолько быстрее прошла вот эта вся эпидемия? Именно потому, что эта эпидемия попала к нам в страну еще в ноябре месяце, в конце октября, в начале ноября. Просто тогда никто не знал такого названия, как коронавирус. Люди заболевали, считали, что это грипп. Да, у кого-то оно проходило в более легкой форме, у кого-то в более тяжелой форме. Но люди, знаете как, ну вот заболел гриппом, ну почувствовал себя не очень хорошо. Пошел в аптеку, купил там Терафлуп, купил Тайланол, купил там еще какую-нибудь ерунду. Напичкал себя всеми этими делами. Дома пару дней отлежался, вроде почувствовал себя легче и пошел дальше на работу. Ну смотришь, там еще кто-то заболел, кто-то еще. Ну подумаешь, ну октябрь месяц. Мы привыкли к тому, что у нас в конце октября, в начале ноября всегда раздражается эпидемия гриппа. Поэтому мы делаем прививки, поэтому мы там усиливаем дозы витамина С, усиливаем дозы витамина Д и так далее. Так вот, оказывается, что есть такое понятие, как стадная иммунизация. Что это значит? Это значит, что, то есть вот как в стадо, заболевает какое-то животное, передает эту заразу от поколения к поколению, кто-то какое-то количество голов скота умирает, потому что у них там какие-то проблемы по-любому, а те, которые остаются в живых, они вырабатывают иммунитет. И вот этот иммунитет раздается стадным методом фактически на население или на население того района, штата, короче, той локализации, где это происходит. Так вот, до тех пор, пока мы не узнали название вируса, коронавирус, и до тех пор, пока нас не начали пугать поголовной смертью, люди болели, люди переболивали, прошу прощения за выражение, за это слово, вырабатывали иммунитет и продолжали дальше жить. Да, кто-то умирал, но ведь умирали, мы не знали, что человек умер от коронавируса, но человек умер, у него было воспаление легких, к сожалению. Я поняла вашу мысль, но тогда получается, что в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, в Нью-Йорк-Сити, сейчас все испугались в сотни раз больше, чем по всей стране. Нет, 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 дело не в том, что испугались, Ирочка, вы поймите, идет, вот шла волна, волна, когда попала в Калифорнию, она была малюсенькой, такой неизвестной, никому не понятной, таким, небольшим препятствием, но по мере того, как эта волна шла в сторону Ист-Коуст, она все больше и больше нас пугали, нас подминали, нас, то есть, вы понимаете, что, еще раз, это грипп, которым нужно сейчас, вот лишь только сейчас, ученые пытаются выяснить, врачи, вырабатывает ли этот вирус иммунитет у переболевших, и если да, то насколько, как вы думаете, почему они вдруг заинтересовались этим? Да потому что они понимают, что там, где люди этим переболели, это уже давно прошло и забыто, и все, и об этом говорить не о чем, вот в чем дело, а вот тут появляется вопрос, я никогда не, отталкиваю мысль о, ну, скажем так, это не космирология, это просто есть, как сказал когда-то Рама Эммануэль, наш мэр города Чикаго, и перед этим чиф оф стеф Обамы, вирус, скажу по-английски, вирус is a terrible thing to waste, то есть, вот такая ситуация, кризис, кризис, прошу прощения, не вирус, кризис, это жалко его просто так терять, так вот, тут же начали использовать это демократы для того, чтобы, и мы дальше продолжаем по сценарию, а вот теперь, у нас появляется ответ на ту конспирологию, которую мы, вроде бы, пытались развивать, а ведь Нинси Полоуси не далее, как позавчера, подала интересную идею, а может быть нам, я считаю, сказала она, что за кон... До конца ноября? Да, конечно, до конца ноября, почему, почему до конца ноября, кто такая доктор Нинси Полоуси, в кавычках, чтобы посчитать, что это нужно, вот так вот держать страну в напряге, аж до конца ноября, кто она такая? Нет, но это, как бы, я поняла ваши мысли, все равно, как бы, меня, вот, не убеждает, сейчас, сейчас все одинаково знают об этом коронавирусе, сейчас все, вот, на другом, на другом берегу, то есть, не там, где Калифорния, а вот на нашем берегу, мы все оказались в одинаковой ситуации, то есть, мы одновременно... Нет, мы не в одинаковой ситуации, Ирочка, мы не в одинаковой, смотрите, вы, есть такое понятие, подмена понятий, что это значит? Одно дело, если мы говорим о статистике заболевших, это одна картина, это одна модель, совсем другое дело, если мы говорим о количестве выздоровевших, и совсем третья модель, если мы говорим о количестве смертей, почему? потому, потому что количество заболевших, это абсолютно не важная единица, абсолютно, заболеет миллион... я согласна, я согласна, согласна, окей, так... опять же, я человек, который, я могу дать свое мнение, можете с ним соглашаться, можете с ним не соглашаться, я могу привести доводы, которые я могу привести, которые могут подтвердить мое мнение, а вот теперь давайте решим, вы когда-нибудь интересовались статистикой, а сколько в штате Нью-Йорк умирает людей просто в нормальное мирное время, вы знаете это количество? ну по Нью-Йорка я не смотрела, я смотрела как бы по другому... окей, вот теперь, теперь то, о чем я вам говорю, вот смотрите, я тоже этого никогда не смотрел, поэтому, когда мне говорят, что в Нью-Йорке 7 тысяч смертей, для меня это ужасная цифра, потому что для меня 7 тысяч и 2 смерти, это абсолютно одна и та же ситуация, люди умерли, а вот теперь вопрос, я же не знаю честно, сколько в штате Нью-Йорк умирало людей до вот этого вот коронавируса, а может быть там умирало 6 900, ну хорошо, 100 человек умерли от коронавируса, дальше что? и вот это вот, смотрите, о чем мы говорим, мы говорим о фактах, которые неоспоримы, прислали корабль, потратили чертову тучу денег, чтобы прислать корабль из Сан-Диего аж в Нью-Йорк, представляете, сколько это стоит денег, с обслуживающим персоналом, с едой, со всеми этими местокойками, или койкоместами, скажем так, да, прислали корабль, поставили его под Нью-Йорком, и после всех дел на корабле 20 человек, о чем это говорит? если сам мэр Нью-Йорка, не мэр, прошу прощения, губернатор штата Нью-Йорк говорит о том, что, ну, слава богу, вроде бы как-то начинает исправляться, он же просил 40 тысяч вентиляторов, он не использовал половину того, что у него даже было в штате, вот у него в штате было там, по-моему, 3 тысячи, он сам сказал, 3 тысячи вентиляторов, и он кричал на всех углах, что, а ему нужно еще 40 тысяч, а он фактически не использовал даже те 3 тысячи, о чем это говорит? Вы считаете, что это разгильдяйство в Нью-Йорке? Я считаю, что это не только разгильдяйство, я считаю, что это чистая политика, знаете, есть такая пословица в Америке, squeaky wheel gets the most grease, это, ну, самое скрипящее колесо получает больше смазки, так вот, вот эти все мэры, вы же понимаете, что, смотрите, мэр кричит, мне нужно сегодня на мои миллион заболевших и 300 тысяч умерших, мне нужно 200 миллионов долларов, допустим, так, я играю с цифрами, и ему говорят, ну, конечно, ну, что, у вас же там такое несчастье, вот вам 200 миллионов, он получает эти деньги, говорит, не, ребята, вот у меня последние данные, 200 не хватит, мне нужно, как минимум, 350, ну, никто же не хочет быть плохим, на тебе 350 миллионов, теперь вопрос, вот ему дали эти деньги, а что он должен делать, как, с так называемым перебором, вот что, если он не потратил 350 миллионов на коронавирус, а потратил всего два, что он делает дальше, с 348 миллионов, да ничего, они идут в казну, штату, вот и все, а казна штата, что делает, это демократический штат, они увеличивают дотации своим, вот этим всем, нелегалам, которым они сказали, что мы всем предоставим бесплатную медицину, с чего это, с какого, прошу прощения, переляку, перепуга, с какого, почему мы должны, деньги, полученные на, в войну с коронавирусом, оседать в казне штата, который будет потом их тратить на нелегалов, понимаете, вот в чем дело, это, опять же, я высказываю свое мнение, это просто, цепочка, логическая цепочка, вот и все, зная наших политиков, к сожалению, у меня к ним никакого доверения, так же, как сегодня, в штате Лилиной, в городе Чикаго, мэр города Чикаго, кричит, что она это так не оставит, она считает, что им даже близко не дали тех денег, которые им нужны на штат, а ты подпиши контракт о том, что ты должна будешь четко отчитаться за каждый доллар, и все, что ты не потратила на коронавирус, пойдет обратно в казну, вот тогда мы с тобой будем разговаривать, вот и все, и вот таких у нас 50 штатов, называется, догадайся, мол, сама, спасибо большое, Добрый день, вы в эфире, не дождались, ну ладно, итак, мы по-любому подошли к концу, дорогие друзья, просто, не поймите, мне неправильно, я не призываю никого выбегать на улицу, идти играть в баскетбол, и так далее, но уже столько лет, столько времени мы просидели, в заключении, давайте еще посидим, до тех пор, пока нас из этого заключения выпустят, но по крайней мере, ну, пользуйтесь своей головой, пользуйтесь своими мозгами, я знаю, что у нас очень эрудированная аудитория, вы достаточно образованы для того, чтобы как-то начинать немножко, как говорится, смотреть между строк, и все будет в порядке, а я вам желаю хороших выходных, оставайтесь здоровыми, берегите себя и своих близких, и не вдавайтесь в панику, это все равно закончится, и тогда все будет в порядке, вот это я вам гарантирую, спасибо большое, будьте все здоровы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok